Что раздражает мужчин в женщинах? Только самые раздражающие вещи, которые делают женщины. Женщины приходят с Венеры, а мужчины с Марса. Это название очень популярной книги о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, которая говорит открыто о раздражающих вещах для обеих сторон. Так как мы разные, некоторые наши действия могут стать непонятыми и хлопотными даже для тех, с кем мы разделяем жизнь. Мы составили список некоторых из самых раздражающих вещей, которые делают женщины, по мнению мужчин. Итак, вот пять вещей у женщин, которые раздражают мужчин. 1. Когда вы говорите голосом ребенка. Мы должны признать, что в каждом из нас живет ребенок, который не хочет расти. И иногда чертовски хорошо ему позволить немного пошалить или посмеяться в волю. Но есть и обратная сторона этого. Некоторые девушки имитируют голосок ребенка, когда они разговаривают с возлюбленными. Если вы одна из таких, то советуем вам наложить некоторые ограничения этим своим импульсом. Мужчины не находят ничего привлекательного в искажении слов и манере говорить как ребенок, особенно в интимные моменты. 2. Духи. Как можно больше духов. Запах женщины – одна из вещей, которая заставляет мужчин терять голову, но только если она не злоупотребляет духами. Абсолютно нет необходимости использовать четверть флакона любимого аромата, чтобы обратить на себя внимание. Вполне достаточно трех нажатий на распылитель. Сдержанный аромат, который можно почувствовать только при близком расстоянии, является более привлекательным, чем резкий запах духов, который ощущается, прежде чем кто-то войдет в комнату. 3. Когда носите неудобную обувь. Неудобные туфли, которые сжимают ногу или обладают высоким каблуком – это идеальный рецепт для кошмарного вечера. Вместо того, чтобы изображать привлекательную походку, когда при этом на вашем лице читается боль, советуем вам носить более комфортную обувь. 4. Человек рядом с вами будет очарован вами, если вы чувствуете себя хорошо и естественно, а неудобной обувью только можно все испортить. 4. Фраза «О чем ты думаешь?» Давайте смотреть правде в глаза. Любовь может заставить нас потерять голову, сделав объект привязанности центром Вселенной. Мы хотим проводить каждую свободную минуту рядом с ним, а когда его нет рядом, мы хотим знать, что он делает и о чем думает. Настойчивое угадывание мыслей мужчины может быть опасно, потому что постоянные вопросы и попытки выяснить, что у него сейчас на уме, может стать утомительной для вашего нового друга. Дайте ему немного личного пространства и попытайтесь найти себе другие занятия. 5. Походы по магазинам. Это не миф, что девушки могут проводить несколько часов в походах по магазинам. Мы можем бесконечно примерять платья, юбки или туфли, не теряя при этом энтузиазма. Мы можем изменять наше мнение по поводу покупки тысячи раз и заходить несколько раз в один и тот же магазин в течение небольшого промежутка времени. Знаменитая Кэрри Брэдшоу даже пошутила по этому поводу, что это наше лучшее упражнение для кардионагрузок. Что раздражает мужчин? Но в отношении мужчин шоппинг действует совсем по-другому. Большинство из них знают наверняка, что они ищут и где найти эти вещи. В сознании мужчин торговые сессии приравниваются отнюдь не к расслабляющему или развлекательному занятию. Возможно, было бы лучше освободить их от этого утомительного для них занятия.